Сейчас мы займемся доказательством того, что в этой схеме, благодаря этому одному случайному выбору операции A, ожидаемое время работы всех операций с хэш-таблицей O от единицы. Конечно, здесь есть амортизация, если у нас количество ключей становится слишком большим, то таблица перестраивается, и это выполняется не за O от единицы, а за O от количества ключей. Итак, как показать, что время работы хэш-таблицы хорошее? Зафиксируем два ключа k и k' и зафиксируем таблицу размера 2 в степени H. Понятно, что лучший для хэш-таблицы случай, когда она раскидывает все содержащиеся в ней ключи по таблице случайно. Тогда мы можем ожидать, что они более или менее равномерно размажутся по таблице и по спискам. И размер каждого списка будет O от единицы, по крайней мере, ожидаемый размер, то есть от ожидания размера. Примерно это мы и докажем. Сейчас возьмем два ключа k и k' и для разминки поставьте на паузу и постарайтесь оценить вероятность коллизии этих двух ключей, если мы их раскидываем по хэш-таблице случайно и равновероятно. То есть мы берем k, случайно кидаем его в одну из 2 в степени H ячеек, и берем k' и случайно кидаем k' в одну из 2 в степени H ячеек. Какова вероятность, что произойдет коллизия у этих двух ключей? Поставьте на паузу и подумайте. Несложно понять, что вероятность коллизии 1 поделить на 2 в степени H. И это лучшее, чего мы можем ожидать. Если наша функция f как можно более близка к случайному распределению, как можно более случайно разбрасывает ключи по таблице, то лучшее, что можно иметь, это вероятность коллизии двух ключей 1 поделить на 2 в степени H. Не больше. Это пока что только интуитивно, но мы сейчас будем ориентироваться на эти оценки. Чем случайнее функция f раскидывает ключи, тем лучше. И оказывается, функция f, которую мы описали, схема так называемая Multiply Shift, то есть умножить-сдвинуть, она раскидывает ключи по таблице почти так же случайно, как бы это делала просто случайная функция, раскидывающая ключи. Почти, потому что вероятность коллизии будет не 1 поделить на 2 в степени H, а 2 поделить на 2 в степени H, но оказывается, этого хватит для анализа времени работы хэш-таблицы, и чтобы получить такие же хорошие гарантии, какие бы получили мы, если бы использовали реально случайную функцию. Сразу оговорюсь, что можно было бы, возможно, использовать случайную функцию для раскидывания ключей, но проблема здесь в чем? Вот подумайте, поставьте на паузу, как бы вы сгенерировали случайную функцию, которая отображает W-битовые числа в ячейке таблицы размера 2 в степени H. Сколько бы памяти вам понадобилось для того, чтобы случайно и равновероятно выбрать такую функцию с помощью функции random? Вот поставьте на паузу, подумайте, сколько памяти вам бы нужно было для этого. Конечно, нужно доказывать это строго, но более или менее не строго. Понятно, что схема, которая выполняет случайный выбор функции, отображающей W-битовые числа в H-битовые числа, это выбор таблицы размера 2 в степени W. То есть каждый из 2 в степени W ключей должен быть случайно отображен в одной из H-битовых чисел. И мы должны выполнить функцию random 2 в степени W раз и заполнить большущую таблицу. На самом деле можно доказать, что лучше, чем такой схемы, ничего сделать нельзя, и чтобы реально выбрать абсолютно случайную функцию, нужно поступить именно так, создать случайную таблицу. Ну, это в реальности невозможно, потому что W равно 32, или же 14. Мы не можем заполнить таблицу размера 2 в степени 32, это слишком много. И теперь посмотрите на то, как мы выбрали случайную функцию F фактически. Мы фактически выбрали просто одно случайное число A. Оно задает функцию F, ну и, конечно, еще H задает. То есть функция F задана двумя интами, числом A, ну и размером таблицы H. И при этом функция F ведет себя в плане коллизий почти так же хорошо, как абсолютно случайная функция, которая бы раскидывала ключи по таблице. Я как говорил, интуиция здесь такая, что случайная абсолютно функция, она бы была идеальной для хэш-таблицы. И она идеально бы размазала все ключи по всей хэш-таблице, и размеры списков были бы от единицы, по крайней мере, ожидаемые размеры. Вот оказывается, функция F, которую мы выбрали, она тоже обладает этим свойством. Она тоже идеально раскидывает ключи по таблице, ну почти идеально. Интуитивно это не очень понятный факт, и доказательство его довольно непростое. Мы сейчас докажем центральную теорему, которая позволит нам потом вывести основные оценки на время выполнения операций с хэш-таблицей. И это следующая теорема, которая утверждает, что вероятность коллизии двух различных ключей K и K'', ключи фиксированы, она не превосходит 2 поделить на 2 в степени H, если мы используем нашу функцию F. Давайте немного поразбираем условия этой теоремы. Откуда здесь берется случайность? Случайность. Здесь случайность берется по числу А. То есть единственный случайный компонент схемы – это число А, которое случайно равновероятно выбрано, оно нечетное, и вот по нему именно и берется вероятность. Мы зафиксировали два любых ключа K и K'', причем мы могли это сделать намеренно так, чтобы вероятность коллизии была как можно большей. И даже если мы так, как злонамеренно выберем K и K'', все равно теорема гарантирует, что функция F при случайном равновероятном выборе случайного нечетного числа А раскидает K и K' по ячейкам таблицы размера 2 в степени H почти случайно. Вероятность коллизии будет не больше, чем 2 поделить на 2 в степени H. Вот это мы и хотим доказать. Продолжение следует...